Георгий Викторович, Вы принимаете участие в данном форуме. Расскажите, пожалуйста, о необходимости и, самое главное, востребованности в проведении данных мероприятий. Эта тема сегодня одна из наиболее широко обсуждаемых в энергетике. Это связано с тем, что в мире сейчас происходит активно, уже в зрелой фазе, энергетический переход на чистые энергетические технологии. Этот процесс уже охватил порядка 200 стран. Есть уже признанные лидеры. И российская энергетика, которая в советские времена уже начала развивать вот этот сектор возобновляемой энергетикой, а именно ветровую, солнечную и малую гидро, в период перестройки и становления новой декоратической России, она пережила такую паузу, которая сейчас начинает восполняться. Прошло порядка 8-9 лет, как начал разрабатываться и, наконец, приобрел зрелую форму инструмента поддержки развития этого сектора, который дал серьезные результаты, привлек крупных промышленных инвесторов, а также крупных энергетических компаний для реализации проектов в области ветровой и солнечной энергетики. И сегодняшнее мероприятие, оно носит, с моей точки зрения, такой, я бы сказал, важный краеугольный такой характер. Почему? Потому что к сегодняшнему дню компании, которые вовлечены в этот сектор энергетики, они получили определенную компетенцию, опыт, развили производственные базы, и сегодня они профессионально заинтересованы в развитии этого рынка. Свой интерес в развитии этого рынка, они пытаются, то есть обосновывают исследованиями энергетической политики в этой области, совершенствования технологий, оптимизации, реализации проектов электрических станций. И сегодня у нас появилась новая квалифицированная среда, которая уже оперирует цифрами, анализ, результаты, полученных в результате собственного анализа. И на сегодняшней конференции, на сегодняшнем пленарном заседании, это было очень видно для людей, которые регулярно посещают подобные форумы, которые проходят ежегодно и в течение года многократно. Сегодня было продемонстрировано, что все участники рынка, начиная от министерств, от представителей промышленности, которые производят основное оборудование, а также компании, которые реализуют проекты, регуляторы, советы рынка, уже имеют сегодня обоснованную позицию о всех тех плюсах и тех недостатках, которые в результате вот этого недолгого функционирования, но очень быстрого в относительных цифрах развития сектора сегодня, так сказать, имеются. Поэтому сегодня был очень предметный профессиональный обмен мнениями, и уже в сегодняшних выступлениях прозвучали тезисы, которые могут лечь в основу рекомендаций правительству и законодателю, и общественности относительно того, как развивать эту отрасль. Сегодня меняется целеполагание, потому что сначала отрасль как бы развивалась, ну давайте увеличим долю возобновляемой энергетики в балансе, давайте создадим отрасль, но сегодня уже понимание совершенно другое. Идет вопрос, стоит вопрос о развитии зеленой экономики, которая требует зеленой энергетики, и идет вопрос о снижении углеродного следа в нашей внутренней продукции, в нашей экспортной продукции за счет внедрения вот этих новых зеленых технологий. Стоит вопрос о влиянии энергетики на климат и окружающую среду, и все это подтверждается цифрами, расчетами и уже опытными знаниями. Сегодня появился опыт эксплуатации, но это тоже очень важно, как энергосистема воспринимает переменные источники возобновляемой энергии, как она может их управлять, какие инструменты нужны для того, чтобы их диспетчировать. И вот такой сегодня круг вопросов обсуждался, и для профессиональной среды это очень важное событие, и очень такая плодотворная, интересная и полезная дискуссия. Вы говорили про паузу, которая была от советского, была советская энергетика, которая начинала в этом направлении двигаться, потом была пауза. Сейчас мы догоним-перегоним мировое сообщество в данном вопросе. Мы находимся на сегодняшний день на одном из последних мест развития возобновляемой энергетики среди развитых стран и среди развивающихся стран, которые уже эту энергетику развивают. Значит, наши показатели, которые сегодня говорят о том, что у нас всего порядка одного гигаватта функционируют, объекты возобновляемой энергетики, не имея в виду больших ГЭС, а введено в эксплуатацию порядка 600-700 и в ближайшее время будет гигаватт, с учетом того, что в Китае вводится 50 гигаватт в год, в Америке 25, в Германии 9 гигаватт, в Англии чуть меньше. Конечно, это несоизмеримые цифры. Но темпы сегодня очень обнадеживающие. Оборудование, которое производится сегодня в Российской Федерации, это абсолютно современное оборудование. Если мы говорим о солнечной фотоэлектрической энергетике, это отечественные технологии, эффективность которых абсолютно конкурентоспособна, если не одна из самых конкурентоспособных в мире. А в области ветроэнергетики к нам на рынок пришли ведущие компании, с которыми мы сотрудничали. Это Вестос, количественный лидер по производству ветроэнергетического оборудования в мире и по количеству стран, где они организовали производство. Это Гомез и Сименс, которые соединили свои ветроэнергетические подразделения, тоже, чтобы выйти в лидеры этого рынка в еще более высоком уровне. И это высокотехнологичная компания Логерей голландская, за которой стоит одна из наиболее высокотехнологичных компаний в области ветроэнергетики, это Энеркон. Поэтому у нас есть все основания полагать, что при разумном планировании отрасли и политической воли государства и правильных экономических стимулов ее развития, чтобы не перегружать потребителя дополнительными платежами за электроэнергию, у нас есть все основания выхода нашей страны, ну, если не в пятерку лидеров, но на достойные позиции в мировом рейтинге. Благо у нас есть южные районы, где много солнца и районы, где очень много ветра. У нас колоссальные ресурсы ветровой и солнечной энергетики, которые достаточно хорошо изучены и понятны приоритетные районы для развития как ветровой, так и солнечной энергетики. Но когда мы говорим, что солнечную энергетику у нас целесообразно на юге только развивать, на самом деле у нас уровень инсоляции в Бурятии настолько высокий, что он выше, чем у южных регионов. И поэтому у нас очень большие возможности для развития. Потом вот неосвоенные такой инфраструктуры энергоснабжения регионы Сибири, Дальнего Востока, они дают, во-первых, требуют необходимости развития экономики в этих регионах, потому что там очень низкая плотность населения, основные ресурсы находятся там. И для того, чтобы там была доступна энергия в этих удаленных районах, рынок возобновляемой энергетики – это, так сказать, тот рынок, который может способствовать энергоснабжению этих регионов с гораздо меньшими затратами, чем те, которые тратятся на северный завоз дизельного топлива. Вы были на разных форумах данных. А как организация, темы, направления организованы здесь, в Ульяновске? Ну, я бы сказал так, что, во-первых, подготовка была начата за год. Я помню, первое заседание программного комитета было более полугода тому назад, и на сегодняшний день здесь представлена содержательная программа, приглашены абсолютно компетентные докладчики, и на сегодняшней секции, на пленарной, это было продемонстрировано, потому что все выступают с собственными цифрами, с сознанием. А вот на той секции, которую я модерирую, это связанное с климатическим соглашением Парижским, будут выступать два, так сказать, крупнейших специалиста. Это гавриат Глобальной энергетической премии Академика Алексеенко и гавриат Нобелевской премии Доктора Башмакуста. Форум объективно привлек к себе внимание серьезных участников. Большое вам спасибо. Спасибо.